Привет всем! Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Толковый словарь буддизма», и сегодня мы поговорим о Дхарме. Ну, наверное, это слово слышали все. В конце концов, это вторая из трёх драгоценностей буддизма, сразу после Будды и перед Сангхи. И чаще всего оно переводится как «учение». Но если вы достаточно читали буддистских источников, книжек, интернета, то вы, наверное, заметили, что чаще всего оно не переводится. Оно так и есть «Тхарма». Так почему же его не переводить как «учение»? Зачем нужно оставлять прямо так «Тхарма»? На самом деле основная причина в том, что это очень-очень широкое понятие. Наверное, начать надо с того, что «Тхарма» потребляется не только в буддизме, это слово встречается и в индуизме, и в джианизме, и, например, в сикхизме тоже. И в джианизме и сикхизме – это значит плюс-минус то же самое, учение, путь. Но, как вы понимаете, используется оно не применительно к буддистскому учению, а применительно к джианизму и сикхизму. И в буддизме тоже слово «Тхарма» обозначает просто учение как всеобъемлющее учение, то есть просто учение как явление. Но если мы хотим подчеркнуть, что это именно наше буддистское учение, то употребляется еще иногда слово «Садхарма» – истинное учение. Но чаще всего просто «Тхарма» и предполагается, что читатель сам поймет, что это именно буддистское учение. Но это не единственный вариант перевода и не единственное значение этого слова. Начнем с того, что сама по себе «Тхарма» в качестве, опять же, того же самого учения – это очень широкое понятие. И это даже фишка, потому что Будда, когда его спрашивали, чему он учит, он говорил «Тхарма винае», где «Винае» – это правило поведения для монахов, а «Тхарма» – это вообще все остальное. Но помимо непосредственно учения, слово «Тхарма» можно перевести, например, как «закон». И в индуизме чаще всего оно имеет именно это значение. Причем закон, опять же, понятый очень широко. Это может быть закон бытия, то есть так, как вообще у нас существует вселенная, как она оперирует. Или это какие-то моральные устои, нравственный закон и так далее. И особенно в английском языке довольно часто встречается перевод как «лоу». Но и в русском я тоже видела такие переводы. Правда, у меня есть подозрение, что они именно с английского делались. Ну ладно, неважно. Это тоже вариант, как это перевести. Помимо этого, «Тхарма» может означать явление или характеристику, качество. Именно в этом смысле мы понимаем «Тхарму», когда мы употребляем ее во множественном числе «Тхармы». Например, «Все тхармы пусты, во всех тхармах нет собственного я» или что-нибудь подобное. Конечно же, это не означает, что все учения пусты. Это означает, что все явления нематериальны. В таком значении тхарма много где употребляется. Но вот очень интересный момент, что одна из книг «Трепитаки» называется «Абхидхарма». И хотя чаще всего это переводится как «высшее учение», но мне встречались рассуждения в англоязычном интернете о том, что, возможно, это лучше переводить как что-то вроде «взгляд на явление, поверх явлений». Потому что «Абхидхарма» — это по факту буддистская метафизика. Это рассуждение о всяких природе, всяких явлений. То есть это тоже вариант значения. Еще «Тхарму» можно перевести как «истину». Ну, истинную реальность даже. И, например, одно из тел Будды — тхармакая. И его иногда, чаще всего, по-моему, переводят даже как «истинное тело» или «сущностное тело». В общем, без употребления слова «учение». Таким образом переводить слово «тхарма» даже немножко опасно, потому что есть шанс, что ты, во-первых, переведешь его неправильно, то есть не уловишь, в каком конкретно значении оно сейчас употреблялось, а, во-вторых, лишишь его всех возможных дополнительных коннотаций. Поэтому тхарму оставляют как она есть. И когда вы встречаете это слово где угодно, то логично держать в голове все возможные значения. А если эта тхарма является составной частью какого-то длинного слова, то я очень рекомендую не отталкиваться от одного существующего варианта перевода, а посмотреть нескольких буддологов, несколько источников, потому что в них, возможно, оно будет переведено по-другому. И таким образом у вас может сложиться более четкое понимание того, что тхарма значит в данном конкретном случае. Кстати, это относится не только к тхарме, но и к разным другим терминам, потому что перевод — это всегда только попытка передать смысл. К сожалению, в точности передать, что хотел сказать автор в переводе невозможно. Ну что ж, на сегодня всё. Пока-пока!